Это фонари от 53-го газика, очень-очень древнего, тоже найденные на металлоломе. Робот-стрекоза, длиннющая скалопендра, робот-праздник. Бар-музей с неповторимыми арт-объектами появился в спальном районе города. Оформил пространство известный художник-декоратор из Республики Алтай Алексей Стишак. Это уникальное пространство, напичканное роботами, которые будут, думаю, интересны всем. Это такой своеобразный музей роботов. Представьте, что вас выдернули просто из привычной среды, вот вы шли по дороге, допустим, или ехали просто по дороге. И вас просто вот взяли и переставили, и просто вообще совершенно другой мир. Роботы сделаны из металлолома. Вторую жизнь в железком собственноручно дал Алексей. Что-то художник покупал, что-то ему дарили. А вот это вот кран, который я купил в 2013 году в Москве на Блошином рынке. И вот он пролежал, ну, грубо, 10 лет, пока вот места не нашел. И он великолепен. Просто этот кран великолепен. Металлолом покупной весь, он и стоит, он, блин, нормально. Что-то отдавали абсолютно бесплатно, за что прям спасибо. Мы уже рассказывали о талантливом художнике полтора года назад. Тогда он украсил Барнаульские улицы искусственным интеллектом. Сегодня мы видим целый музей роботов, которыми можно не просто любоваться, но и касаться. Дальше больше, рассказывает Алексей. Я хочу тематический парк. Кстати, тематический парк с роботами. В городе? У нас, надеюсь. Я тоже на это надеюсь. Барнаульские архитекторы уже оценили новое пространство. По их мнению, оно добавило городу красок. Подобные проекты довольно контрастны в нашей городской среде. Особенно если посмотреть спальные микрорайоны в полном смысле слова. Они имеют одинаковые архитектурные решения. То говорить о том, что такой объект именно прям вписывается, скорее он работает на контрасте. Он призван привлекать внимание, быть заметным, то есть создавать вау-эффект. По словам архитекторов, подобные места дают возможность жителям спального района в выходные дни не эмигрировать в тот же центр города, а оставаться здесь, в своем районе, в котором начинает развиваться социально-быдовая инфраструктура. Анастасия Дороган, Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.